Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе, все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всякого блага, всего самого-самого наилучшего в ваши сердца, в ваши дома, в ваши семьи, в ваши жизни, во все ее сферы, чтобы все у вас было хорошо. У нас сегодня я хотел бы третий ролик записать, закончить тему бытия, сущности всего, реальности, нереальности, видимого, невидимого миров. Мы с вами поговорили в первом ролике о сущности бытия, во втором ролике, кто последовательно смотрит мои видео, поговорили, ну я поговорил, посмотрим на вашу реакцию в комментариях. Второй ролик поговорил я о искусственном интеллекте, сотворении человека. И сегодня я хочу, так как само мироздание, в принципе, делится на крупно две вещи. Мы с вами поговорили, мы начали с самого высокого, с невидимого, сверху, потом с человека, так скажем, как образа подобной Божией. И сегодня закончим всем тварным миром, как его называют, Богом сотворенным. Сам ролик я назову виртуальная реальность или дополненная реальность. Ну, здесь начнем с понятий тоже, наоборот, снизу вверх. Ну, в данном мире существует, так скажем, три понятия, три, так скажем, ступеньки вот этой виртуальной реальности. Первое ее так называют, сейчас я с вами поделюсь, это дополненная реальность. Я даже не стал крупные картинки выбирать какие-то. Кто знает, что это такое, кто нет, поинтересуйтесь, загуглите, как это говорят. И вы все найдете, все поймете. Ну, дополненная реальность, это уже когда вот ты реально, ну, грубо говоря, ты на смартфон, на тот же самый комнату свою сфотографировал. Она превратилась в 3D-модель. И ты, заходя в любой магазин, можешь, в принципе, взять этот же стул и посмотреть, как он будет смотреться у тебя в квартире. Да, это 3D-моделирование уже на таком высоком уровне, как мы видим в фантастических фильмах. Да, то есть это ты что-то вот рисуешь плоско, она тут же уже 3D и порой даже ощутимо. Да, сейчас уже кто знает 3D-принтер и все это есть. Вот это дополненная реальность, то есть она дополняет, она тебе помогает. Как бы, да, ты что-то смотришь, можешь, я говорю, как бы, тебе не надо, ну, как когда-то, чтобы зафиксировать. Миг, мгновение природы, нужно было картину нарисовать, да. Сейчас для этого нужен только фотоаппарат. А в данном современном мире один простой смартфон и все. И у вас мгновение, миг жизни запечатлен на фотокамеру. Пожалуйста, можно этот миг даже оставить в настоящем, миг прошлого, даже заснять на видео. И не просто фотография, как ее называют, она все-таки мертвая, да, статичная. А то ты можешь уже заснять видео, вот, которое я сейчас и снимаю, оно уже динамичное, да. По сути, это все тоже уже часть дополненной реальности, вот. Что в этом плохого сразу скажу? Да ничего. Вот во всем, в чем, все, что сейчас происходит в нас окружающий мир, конечно же, люди невежественные, недалекие, да, вот фанатики порой чего-то там старого, чего-то там типа, как они думают, естественно-божественного. Все, что естественно, то от Бога, все, что делает человек, по сути, получается, то от дьявола. Вы все знаете, наверное, эту историю или часть истории, где, типа, религия вечно боролась с наукой, сжигала точно так же не только еретиков духовных, но и еретиков и материальных, тех же самых ученых. Вот, мы все знаем, что случилось с Коперником, да, с Коперником, его же, по-моему, сожгли-то, да. Вот, ну, я могу в именах, фамилиях ошибаться, но суть передаю правильно, так скажем, да. Вот, поэтому дополненная реальность, чего-то неплохого, это же здорово. Это здорово, что у нас есть фотографии, причем, что это сейчас так доступно, что это, я говорю, не какой-то здоровый фотоаппарат, это не древний фотоаппарат, помните, на трех палецах такая бандура со вспышкой там, да. Вот, иметь, и не надо приглашать художника, чтобы он завпечатлел вас там, вашу семью. Сейчас это все в две секунды, и плохого в этом чего плохого? Да ничего в этом плохого нет, это, я говорю, только люди с какими-то предрассудками, неспособные, что ли, к радости жизни в разных ее формах, беснуются по всем этим, как они думают, проблемам. Поэтому этот момент я даже упускаю, это настолько низшая ступень, особенно в современном мире, и здесь нет, даже говорить ни о чем. Виртуальная реальность. Еще в мое детство, когда я-то был ребенком, не знаю, ну, 10 лет пусть мне было, да, уже был кинотеатр большой, он старый, наверное, тоже был, это не современный, это еще, видимо, советских времен кинотеатр, но в центре города его, как это говорят, прокачали. Уже мне было нет, это уже была эта школа, тогда вышел фильм «Титаник», который произвел огромный бум, там месяц стояли, очередь в три велюшки на улице даже зимой. Я учился, по-моему, это класс девятый, то есть мне, соответственно, лет 14 было. И в этом кинотеатре уже тогда, ну, и то это же в кинотеатре появилось в реальности все это намного раньше, это я просто рассказываю еще личные воспоминания, ощущения, переживания, вот. И там уже была площадка, я сам так тогда и не поиграл, и не сходил, там тогда давали виртуальные вот эти очки, ты мог надевать, и уже тогда, а это, соответственно, знаете, я 99-11 класс закончил, 97-й я 9-й закончил. Ну, вот, соответственно, это где-то 97-й год, у нас на дворе какой? 19-й, почти 20-й, это сколько? 22 года тому назад, да? И это лично мои воспоминания, и это, опять же, это страна наша, какая Россия, не знаю, развивающаяся, вот. В развитых странах все это, наверное, еще раньше было, естественно, как это говорят. И уже тогда можно было окунуться в эту так называемую виртуальную реальность, когда ты, в принципе, целиком погружаешься, но, правда, единственное, это тоже лишь пока на низком уровне, потому что погружаются в эту реальность лишь твои глаза, твои уши, да? Ну, немножко, может быть, какой-то тактильности, я не знаю, сейчас тоже там что-то надевают на руки, как вот эти кинотеатры есть, там, 2D, 3D, 5D, 7D, то есть ты уже что-то чувствуешь, ветер какой-то, чуть ли не дождь там идет, да? Ну, там, и плюс и в очках еще сидишь, да? То есть, конечно же, это развивается, это есть реальность, да? Но, опять же, это еще настолько внешне, потому что, чтобы ты пережил все это, вот, им, тебе надо надеть что-то на глаза, тебе надо вставить что-то в уши, там, наушники, да? Тебе надо что-то налепить на тело, чтобы ты это тактильно переживал, тебе, может быть, надо вставить в будущем что-то в нос, чтобы ты ощущал эти запахи. Слишком много на тебя еще всего этого внешне налеплено, да, чтобы ты окунулся в эту реальность. И сегодня я хотел бы поэтому не об этом говорить, это тоже уже часть нашего мира, да? На самом деле, казалось бы, это развивается, но все еще на таком слабеньком уровне. Но это реально, конечно же, существует уже, да? И это часть нашего мира. Опять же, это плохо, но я заранее скажу нет, попозже я еще обосную все свои мысли. Но поговорить бы, я сегодня не зря выбрал такую аватарку, такую значок видео, значок для своего этого видео. Сделал его даже без названия, потому что невозможно никуда написать название, оно заслонит все это крупным планом сделанное лицо. Если вы заметили, тут мой фейс, мой лик. Вот, сделал я это, естественно, потому что кто знаком, кто смотрел, есть такой фильм «Аватар», снят уже достаточно опять давно, ожидается вторая серия, но мне кажется, вторая серия может быть не очень хорошая, потому что все, что дублируется порой, начинается вот это серийное. Не очень хорошо, хотя нет, есть и очень удачные трилогии, даже пяти логии, какие-то фильмы, да, четырех логии. Есть, в принципе, и удачные. Посмотрим. Я с радостью в кинотеатр даже пойду, скорее всего, на такой фильм, потому что он очень яркий, красочный, красивый. И вот вы знаете, в этом фильме уже показано будущее, в котором человек не внешне налепляется, да. Ну, я весь фильм вам рассказывать не буду, кто хочет, или после этого моего видео, или можете выключить его, потом досмотреть. Посмотрите этот фильм. Его можно найти в открытом доступе, я говорю, он уже достаточно старый. Ну, суть такова, да, что люди на другую планету, нашли другую планету, там оказались, ну, как они их называли, гуманоиды, по сути, такие же люди. Ну, другая раса, да, очень похожая, в принципе, на человеков. Ну, немножко видоизменен, но они больше там, все, да. Они живут в достаточной гармонии с природой, хотя, вы знаете, там мне тоже не все нравится. Конечно же, сейчас современные фильмы, да и старые такие же, в основном, тоже. Особенно старые понятия для меня и современность, моя понятие. Мне 37 лет, живу я на данный момент, как и все мы в 2019 году. Конечно, во всех фильмах присутствует и насилие, все грехи человеческие, с моей, с христианской точки зрения, туда, естественно, лепят. Смотреть их мне тоже не всегда доставляет полное удовольствие, потому что точно такая же опять бойня. Они вроде и любят животных и в гармонии с природой живут, но они охотники, убивают тех же самых животных, да, с такой, как бы, любовью, типа, вынуждены из-за еды тоже. Ну, в общем, есть там косяки, которые мне не нравятся, да, как христианину, как дитю Божьему, как познавшему истину человеку. Ну, у нас все так в этом мире, лежащем возле, добро с грехом перемешано, вот. Никуда от этого не деться. Но святой человек, он везде найдет пользу, да, поэтому в этом мире приходится жить. Хочешь, не хочешь, ты чем-то тоже пользуешься, я говорю. И какие-то... Главное для себя просто брать святому человеку пользу, а добро, а зло от себя отодвигать, не вкушать его, да. Вот, прикасаться можно, главное не вкушать. И вот, что в этом фильме мы видим? Ну, что бы там... Ну, естественно, они там нашли у них какие-то полезные ископаемые, которых нет на нашей земле. Мы и туда добрались, да. Хотим их оттуда выкворчить, естественно. Эти аборигены, как они их называют, не дают им. Ну, они пытаются с ним миром договориться. Ну, или, естественно, сравнять их с землей, да. Ради этих полезных ископаемых. Все то же самое, что на нашей планете. Поэтому, я говорю, тут много человечного, но никуда не денешься от этого. Земля-то круглая. И пока они пытаются мирным способом это сделать, да. Человечество делает аватар, то есть оно способно создать тело. Это все к прошлому ролику, вы заметили, да. К прошлым роликам все, связь есть. Человек способен уже, так скажем, генной инженере полностью создать человека. И они даже создают не просто человека, а именно этих людей. Назовать их будем людей. Это они их там аборигенами называли. Эту расу. Человека этой расы. Они полностью их создают. Там эти, понятно, человек метр пятьдесят два метра, тире ростом, да. Метр пятьдесят тире два метра ростом. То эти аватары, они там получаются, ну так, относительно людей по пять-шесть метров, да. Выше, с хвостами там. Вот. Ну, неважно. Другая раса просто. Ну, очень похожая на человека, да. Они не обезьянные, понятно. Они люди, да. В немного других телах. Они создают именно этих, эти тела. И каким образом они, я буду с христианской колокольни все это говорить, вдыхают в него дыхание жизни. Они, естественно, это тело полностью генерируют из чего-то там, да, из материи. То есть полностью тело этого человека, этой расы, землю которых они нашли и решили на ней обосноваться. Для человека они сделали гробик, ну, неважно, да. То есть не просто очки уже, а целую, как всегда, какой-то гробик такой, ну, типа наших современных каких-то МРТ, куда человек ложится и может в дыхание жизни, то есть своим духом, своим человеком, духом, вот этим личностью, соединиться с этим аватаром. И он лежит в своем этом человеческом теле, в этом, я так шутя, конечно, называю гробике, да, в этом каком-то там этом приборе, так скажем, да, ну, типа солярия, как угодно, горизонтального, да, за счет какой-то массы технологий вот этой всей цифровой, да, он соединяется с этим аватаром, и он уже целиком, он уже мир видит из этого аватара, но он полностью становится его, это его тело. Он все ощущает, я говорю, ну, в принципе, может, мы добьемся себя скоро, что и на тебя куча датчиков понавешивают, и ты же тоже в этих очках, ты тоже как будто изнутри смотришь глазами, но это еще не то, это чистая цифра. А это-то не цифра. Почему я говорю, виртуальная реальность – это одно, которое за счет очков ты остаешься в своем теле. Здесь ничего такого нет, ты не можешь, да, на тебя могут налепить датчиков, ты какие-то будешь эти болевые или чувство наслаждения, испытывать удовольствие, но ты в другом мире, которого не существует, в принципе. В этом фильме показано, что мир-то один, этот же аватар ходит среди людей, они не в виртуальной реальности, а не в реальности, в этом-то и смысл. То есть, опять показали то, что человек стал богом, по сути, практически. Они опять, они именно сотворили человека и смогли вдунуть в него. Какая разница, они создали этого подобного человека, этой расы, значит, они делают своих, да, значит, они могут, грубо говоря, уже чуть ли не вечно жить, да, ну, по сути фильма, да, то есть, они же могут создать. И раз они создали аж даже подобного тела, тело подобное телам этих иноземных, так скажем, существ, да, значит, они уже свои, естественно, на нашей Земле. Ну, там смысл, что они уже свою Землю, мы свою Землю чуть не загубили, вот поэтому ищем новые источники энергии, там что-то такое нашли, вот отлетаем в космос, сколько там космических лет, эта планета, как она называется, я не помню, где-то очень-очень далеко, сколько там световых лет тысяч, вот, ну, типа супер развитая уже цивилизация человечества, да, и он именно в это тело погружается, этот аватар ходит среди этих ученых, да, они потом, ну, у них база, естественно, на этой планете, они идут в контакт с этими, с другой расой, да, с представителями другой расы, вот, они там начинают их обучать, весь фильм сегодня я вам не буду, как Терминатор пытался наших показать, я в общем хочу сказать, да, то есть он целиком погрузился в этот, и вы знаете, главный актер, который играл, ну, там, естественно, не один главный, но он, в частности, главный, вот у вас на экране, да, он когда уже там под конец фильма такая развязка идет, уже там война между людьми, вот этими аборигенами, и вот этот, кто в аватаре становится на сторону этих аборигенов, пытается их спасти, что в концовке и сделают, люди будут изгнаны с этой планеты, вот, но когда он уже, естественно, человек как будто спит в этом гробике, да, в этой капсуле, которая соединяет его с аватаром, он, конечно, и здесь, он просыпался, ну, выходил оттуда, быстренько кушал, обратно ложился, и все, он был инвалид, кстати, был военным, был на войне, лишился ног, был на инвалидной коляске, естественно, жизнь его была ерундой, попадая в этот аватар, он попал в новый мир, в котором он опять с ногами, в котором он сильный, здоровый, такой же красивый, да, в новый интересный мир, который, в принципе, и, конечно же, лучше нашего, не лучше, не суть важна, мы свою природу тоже, и свой мир просто недооцениваем, он тоже у нас и красивый, и прекрасный, да, и животный, и все, вот, и он сказал, он там писал, естественно, так как он был полувоенным, но ученым он не был, его брат был двойник ученый, поэтому он туда попал, которого убили, поэтому он и попал-то на эту Пандору, а вот как планета называлась, ну, как ее люди назвали, попал на эту планету и стал участвовать в этой миссии, либо договориться, либо силой все это решить, да, вот, и он, будучи воином все-таки, и будучи с чистым сердцем, как он сказал, пустым, который можно наполнить, потому что его не хотели учить, потому что, говорит, полный стакан не наполнить, он сказал, мой стакан пустой, наполняйте меня, вот, там много глубоких мыслей, и вот одна из них, он потом уже, уже практически к развязке, когда он туда-сюда, естественно, он тупо просыпается, чтобы поесть, и в своем дневнике, на веб-камеру он записывает, на компьютер, ну, как ученые его заставили, чтобы он описывал, что там происходит, он, естественно, большую часть жизни уже стал проводить там, в этой реальности, и он говорит, я уже не понимаю, где, где я, ну, вот, грубо говоря, Кузнецов, да, Кузнецов Дмитрий, а где там, ну, его звали, как-то его там прозвали тоже, ну, не важно, а где Аватар, да, а где я в этом, где я тот Кузнецов, в том мире, и он говорит, тот мир мне уже нравится больше, чем этот, потому что мы свой просрали, как он говорил, да, здесь я инвалид, там я здоровый, красивый, умный, сильный, да, вот, в прекрасном мире, вот такой вот фильм, да, я вам все равно кратенько его пересказал, кто его не смотрел, я говорю, я в принципе рекомендую посмотреть, потому что чисто ему все чисто, вы найдете там и пользу, и интерес какой-то, в любом случае, какую я мысль сегодня хотел высказать, вот, записав такой третий ролик, помещу я все это на канал, в плейлист, Бог, человек, Иисус Христос, зло, природа, бытия, найдите этот плейлист на канале, вот это вот виртуальная реальность, все, все хает, вот это, знаете, вечно, новые технологии, развитие человечества, ну, как я вам в предыдущих двух роликах, без которых этот ролик не будет понятен, я рекомендую, конечно же, посмотреть, кто случайно попадет, специально, я говорю, кому непонятно, не знаете, где найти, пишите в комментариях, я дам ссылки прямые, на эти два ролика, хотя бы, можете весь плейлист, я говорю, открыть, мой посмотреть, я всегда этих разных тем касаюсь, вы знаете, я говорю, когда вот люди поносят все это, я сам против, так скажем, незаконного развития, той же самой медицины, науки, знаете, когда все это на страданиях, слезах животных, а вы знаете, во все времена, вы знаете, на чем наука стоит, она стоит на страдах, и слезах, и крови не только животных, но и человеков, кто знает, что многие, наверное, чуть ли не 50% современных медицинских открытий сделали немцы, или их прямо называют фашистами, во времена Второй мировой войны, и известно, как добились этих результатов, мы все с вами, не тупые, не глухие, не слепые, немножко или множко образованы, и знаем, что творилось во Вторую мировую войну, про все эти концлагеря, и так далее, огромный шаг медицина сделала, как это говорят, я сам в эту медицину вообще не верю, стараюсь ей не пользоваться, пользуюсь элементарными вещами, которые делали, я говорю, хоть мне кажется, или хочется верить, в этом не было слезах и крови человеков, то те люди, кто верят, они должны быть благодарны, смотрите, благодаря такой фашистской идеологии, что есть люди достойны, есть недостойны, есть как и мы фашистскую идеологию такую же применили к животным, что они вообще на другом уровне, что все их не слезы и кровь, это все ерунда, можно их бить, убивать, мучить и пытать для своих вот этих вот познаний, то я конечно против такого развития науки, любого, вы знаете, а все что не касается, потому что вы знаете, мое понятие греха, и то оно не мое, скоро кто смотрит меня последовательно, очередной ролик выйдет о грехе, я опять буду говорить о том, что грех это не субъективен, это не субъективное понятие, это не я вам говорю, что такое грех или не грех, это не потому, что в какой-то бумажке написано или не написано, у мусульман одно написано, у христиан другое, у иудеев третье, нет, грех это все, что не любовь, это все, что не есть Бог, не есть сущность, и это все зло, но это когда, когда где-то боль причиняется, страдание, если в этом боли страдания нет, то в этом нет никакого греха, с платочком не ходить или без платочка, с поясочком или без поясочка, петь мне песенки Бога, алелую или не петь, Богу от этого не больно, не приятно, как и нам с вами, поют мне панигирики или нет, да мне дела никакого до этого нет, разве вы все грешите, что вы не поете мне панигиры, да нет конечно по поводу всей этой в виртуальной реальности к чему мир идет ну естественно фанатики невежные люди зомбированные люди какими-то лживыми понятиями у них все плохо я вам скажу что мы живем с вами виртуальной реальности нашего творца и создателя и мы с вами я всегда он напоминает самые первые стихи самые известные в мире книги библия первые книги в частности книги бытие первой главы первого стиха в начале сотворил бог небо и землю он сотворил их и это не его виртуальная реальность это не просто его очки как игру что весь мир это его фантазии от его мысли да но они воплощенные и написано он их творит он их не рождает он их и их именно как вы хотите лепит своими руками проходя эту грань между видимым и между невидимым и видимым мире мы вот этим вот всем даже творением тело человеческого вдыхание в него нового жизни желанию переселиться в это новое тело мы лишь хотим уподобиться творцу мы лишь хотим мы дети божьи хотели желающие стать как отец небесный бог есть любовь понятно и поэтому бог все творит с любовью он и творит из и именно потому что он любовь любовь она хочет что-то делать расширяться дарить радость удовольствие наслаждение вот это ужасное какое-то мировоззрение с тем что все что предоставляет человек удовольствие это плохо это полный бред вы знаете я сам христианин я не живу в ниге роскоши и центром своей жизни не поставил гедонию то есть жажду удовольствия вы знаете прекрасно что я проповедую что радость и есть и вы все это знаете я не говорю ничего что неестественно в этой жизни мы все стремимся к радости мы все пытаемся избавиться от несчастья и страданий и боли и получать удовольствие и это нормально вопрос на что ты готов ради этих удовольствий готов ли ты переступить через причинить кому-то боль если я говорю я хочу хорошо жить и поэтому я буду убивать и воровать грабить других людей нет это незаконное удовольствие ты причиняешь боль на чужой крови счастливее не станешь слушайте но если это никого не касается если ты честным трудом зарабатываешь пусть ты никому не помогаешь у тебя сердце жесткой даты не ведь о боже да ты еще не дорос до этого потому что счастливым человеком только удовольствие который ты получаешь из внешнего мира ты не станешь об этом тоже на днях будет ролик три грани блаженства они лишь в совокупе ты любишь мир мир любит тебя ты любишь бога бог любит тебя и ты любишь себе подобных и себе подобные любят тебя вот три грани и одна и они все только в совокупности доставит тебе совершенство радости хотя в принципе и каждой поддельности тоже доставляет но совершенство пик как хотите оргазм или экстаз достигает только тем человеком которым в совокупе все любит все а как ты кого-то будешь любить любовь она проявляется в делах значит и что ты будешь давать не только брать то что одну из грани любви соблюсти тебе придется что-то отдавать ну в этом отдавании кто знает оказывается есть радость тоже счастье познав это человек все и ты живешь полной гармонии ты даешь и берешь то что тебя любит ты принимаешь вот это вечный круговорот любви вот но в принципе люди которые даже допустим они еще до этого не доросли носа не грани никому не причиняют зла и живут даже в свое удовольствие да пусть живут если эти люди не делают зла да они никогда не познают совершенной радости и счастье благо потому что только получать их же если ты не будешь давать и никто любить не будет это просто факт что любимый все равно за что-то кто нас любит поэтому тебе придется свою любовь проявлять кому-то он как говорят эти люди вот богатый допустим они испытывают радость только от нематериал не не человеческих не человеком да у него есть машины квартиры вот именно эти игрушки вкусно поесть все его доступно много ли у нее любящих его людей вы знаете у какого-нибудь простого человека который всем дарит радость и счастье вот он купается в любви этих людей любящих его и это никогда не сравнится тебе никакое растение когда-то на него смотришь вот богатого может поехать куда угодно полюбоваться любой природы горами там пейзажами в нидерландах там да на супер горах вы знаете кто жизнь понял то радость которую я испытываю даже смотря самой высокой горы на самый прекрасный пейзаж никогда не сравнится с глазами даже элементарно любящий тебя собаки уж не говорят что это человек поэтому когда начинают вот они в этом мире богаты там слушай они не такие счастливые как тебе кажется ты можешь быть счастливее них если ты любишь людей и эти люди любят тебя это любящие глаза это любящие руки это любящие губы это любящие уши это все любящие так что вот так вот и поэтому знаете по когда бесятся с этой виртуальной реальностью так скажем мне этого не понять в этом нет ничего плохого мы уподобляемся богу во всем в том числе в творении и нам хочется каждому создать точно такую же виртуальную реальность как бог создал этот мир и нам каждому хочется это делать мы его уже создаем всяк говорил мы строим себе дом квартиру там ее устраиваем внутри сделаем свой маленький мир у нас есть своя дачка там у нас есть дети мы мы все и пытаемся мы 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 делаем мир просто я как прошлые ролики кто почему сегодня будет не до конца понятно что я говорю я не хочу особо повторяться то что в прошлых роликах говорил одно дело естественно у тебя есть просто это да вот ты можешь родить ребенка ну можешь ты ничего для этого так скажем не сделал ты даже чтобы его родить получил удовольствие до мужчины женщины занялись любовью не произошло зачатие новой жизни а вот как раз творение она связана с трудом с тем благословенным трудом еще о котором господь сказал человеку в раю возделова и храни его это возделывание творение чего-то доставляет человеку радость тоже личностную какую-то радость необъяснимую да совместное творение группа людей доставляет им совместную радость вот эту да ничего то добиваются них есть общая цель это объединяет людей вот вот творение это же нормально вот поэтому конечно вот этот весь фанатизма беснования потому что куда там катится мир вы знаете дело не в том что делает человек а какая цель какой дух о том о чем мы в прошлых роликах с вами говорили да для блага это все вся жизнь она для наслаждения бог создал рай для того чтобы человек там кайфовал я буду по тем словам говорит который мне больше ближе нравится реально как кайф наслаждение рай удовольствие получение удовольствия даже в этой жизни как говорит о это поле битвы вот тут надо страдать там нет все твои посты бессмысленно если ты то что себя в чем-то ущемляешь ты просто не отдаешь кому-то ради кого-то ты постишься тебе что-то человек нужен и ты от себя отрываешь ты понимаешь что ты будешь этот месяц жить хуже питаться хуже что что отдал кому-то там пол зарплаты вот какой пост угоден богу господин когда с вами жених когда у вас все хорошо зачем вам поститься когда будет нужда конечно не думай даже отрывай и вот твой пост никак понять эти слова иисуса не могут элементарные с теми же самыми я согласен конечно не может там ребенок сутками играться там в это да жизнь она намного простране нельзя однобоко смотреть но и плохого в этом тоже сверх ничего нет все в этой жизни эти вот смартфоны тоже каких-то слайдов там поналепит этих постов прям все зомби там слушайте но это часть нашей жизни и реально я благодаря тому же самому смартфону интернету могу найти себе близких по духу людей намного дальше к сожалению чем они находятся но знаете у меня хоть какая-то отрада общаться с этими людьми чем я живу в реальном мире как это вот тебя реальные люди окружают ну и что эти люди меня не понимают я не понимаю их мы живем в разных мирах мы мы как тени друг мир мимо друга проходим да но они разные я бы с радостью с этим человек может общался но он другой вот я покаялся изменил свою жизнь в любовь к всему богом созданному конечно у меня общего с моими друзьями детства как я даже братьями мы все друг друга называли точно так же как и в христианстве да но у меня с ними настолько теперь разный мир нам настолько тяжело общаться хотя мы делаем вид и общаемся сейчас я вот снова вернулся в воронеж уже полгода может сказать доживу но мы встречаемся раз в месяц если хорошо я их видел то за все время всех по чуть-чуть по пару раз максимум или знать через пару часов нам уже становилось скучно друг с другом что-то там поговорили что-то рассказали чего как живешь и все общих интересах нет другое мировоззрение мы половины тем не касаемся ты на зная жизнь друг друга чтобы просто не создать никакого конфликта тоже все понимают что все по-разному на это смотрит и нет смысла заводить эту тему вот так вот так что в этой виртуальной реальности вы знаете действительно мир настолько этот мир лежащий возле опять же настолько жестокий падший до греховный злой что иногда хочется действительно куда угодно окунуться лишь бы от этого мира уйти вы знаете что вот в этом плохого вот скоро будет виртуальная реальность да вот именно я вот такие фильмы я вынужден что-то тоже смотреть потреблять какой-то контент потому что ну ты же не можешь быть зазомбированным да ты тоже что-то смотришь тебе тоже ты их каждому я про себя всегда в первую очередь говорю привожу пример мне также хочется человек жаждет удовольствие и это нормальное желание человек создан для счастья для радости не для страданий не для горя все человечество этими же самыми технологиями якобы пытается избавиться от от страдания от несчастья от боли да и и и и и и и получить вот эти вот возможность разного рода наслаждения и это нормально это природа человека бог благ бог есть блаженство вот и вы знаете если бы я мог сам эти фильмы вот просто думать что-то да это бы в реальность в виртуальной реальности проявлялся а там такой же искусственный интеллект какие друзья мне появляются вы знаете а что в этом плохого вообще в мире нет ничего плохого потому что все что человек творит опять он творит из того что сотворил бог и вопрос игру что и ты вокруг тебя таким же как ты по образу и подобию богом сотворенными приносит вот так вот я думаю что если вы вдумаетесь в эти вещи на это надо принять как их сыгры аксиомы жизни что вот именно человек это создан для радости что жизнь вечная даже эти самые желания продлить жизнь вечную сделать себе как без бога заменить бога дыма не заменить человек вот я вам живой пример почему я это говорю специальная христианин я верю в бога верю в иисуса христа как в бога что он есть бог видимы и невидимый и спокойно я могу совсем этим жить и спокойно мог бы всем этим пользоваться спокойно могу получать от этого удовольствие что тут плохого более того тут не то что плохо я и говорю это же есть истины это есть естественно и нигде иисус не было этого против нигде бог не против потому что мои образы подобие он сотворил этот мир это естественно verify желание сотворить и мир И живой, и неживой Это сотворить подобных себе Именно сотворить, а не родить Именно стать Богом, да Иисус сказал, будьте как Отец Небесный Да, прежде всего в чем? В любви Что все, что вы творили, источником и фундамент всего Каждой вашей мысли, потом дело этого творения Было благо ближнего Как знаете, да, раньше вроде как врачи была клятва Гиппократа Не навреди, первое, не навреди И если сколько можешь, от маленькой до большой радости ему принеси Если ты все источником твоим станет как Отец Небесный Да, пожалуйста, твори Поэтому нам хочется творить образ и подобие Божия Не родить его по Божьему дару, да Все, ой, все естественно, все хорошее Да, хорошее, да Ну и все, так скажем, человеком созданное Если это во благо, это же тоже прекрасно Это тоже прекрасно Тоже прекрасно Вот И вдунуть в него дыхание жизни Это именно, именно желание человека Естественное, нормальное желание Очень нормальное Вот так вот Мне хотелось пожевать, поговорить об этом И жевать уже, вернее, как раз Сильно много, честно, не хочется Обычно я короткие ролики не умею писать Сколько по WhatsApp, вам этого достаточно Потому что в предыдущих я, как их совокупность, хотел сделать Трилогию такую Вот Здесь уже я все говорил в предыдущих роликах Все это желание творить Это именно потому, что мы образ и подобие самого Бога Кстати, именно это творение Отличает нас от этих высших животных Которые созданы с нами в один день Но в них не было вдунуто это дыхание жизни Это все естественное И животные души живые Мы видим с вами, они все испытывают Но вот это именно Желание и возможность, как оказывается Достичь этого, быть Богом И не просто быть Богом, любовью Это и животные Животные любят друг друга Если бы не грех падения человека Мы бы увидели, как они любили И не они упали-то А мы упали И вся земля проклята за нас То в человеке вообще ничего великого нету Кроме вот этой свободы выбора И возможности творить вот это все Животные ничего, так скажем, не творят Хотя они делают та же самая птичка Вьет гнезда и так далее Но тут опять же ссылаются на инстинкты На элементарные Они же не делают птички Все ласточки разные Гнезда, они одинаковые Делают, можно сказать, как под копирку Ну не считая там немножко разности Этих комочков, которые они лепят Вот, то человек Такие разные дома лепит У нас одних обоев, наверное Если все в мире собрать Не пересчитать Сколько видов, сколько рисунков И орнаментов там нету Вот это нас отличает Животные не способны Нет этого В дуновении жизни Оказывается, в дуновении жизни Несет вот это Не просто осознанность человека А вот это и жажду творений Это очень важно понять Вот, поэтому кто это притыкает Кто это хает Честно, они борются с Богом Потому что это все от Бога От Бога Вопрос На что ты все это направляешь На благо Всего мироздания Приносишь счастье Благо даришь радость Эти Ты какие-то качели изобрел Вот что плохого в качелях Кто-то сделал Кто-то металл сделал Кто-то это И дети катаются Здорово Здорово Что плохого в этом Как этим пользоваться Вот и все И всю эту виртуальную реальность Я бы с радостью разделил с кем-то Возможно в эту виртуальную реальность Можно будет погружаться с теми Кто раньше был на другом конце земли И с ними вообще нельзя было общаться Сейчас плохо Хорошо Можно там по скайпу Как каком-то вот общаться А в будущем Можно будет настолько Как эти аватары Что мы можем вообще Реально Это будет абсолютная замена Наша Я говорю Какую-нибудь телепортацию Придумать Это же здорово В этом нет ничего плохого Если пользоваться хорошо Понятно Что всеми этими технологиями Будет пользоваться и во зло В этом мире Лежащем во зле Ну Это уж каждый сам выбирает А сами материя Сами технологии Сами Все что нас окружает Оно не зло Не добро Вопрос Как мы это употребляем Что мы из этого извлекаем Боль Или радость Страдание Или счастье Вот и все Все просто И понятно Ну Вот так вот я высказался Кому-то что-то может быть Откроется Сердце к чему-то К новому подвинется Разрешатся какие-то вопросы Я тоже от этого получу Радость Все Всех по-братски Обнял Поцеловал Пока-пока До встречи в следующих роликах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok